Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анна Москаленко и в начале выпуска расскажу о главных событиях. Жители двух многоквартирных домов на Кулагино вот уже неделю живут без горячей воды и отопления. В чем причина? Разбирались наши корреспонденты. Сотрудники ветеринарной службы и Министерство природных ресурсов края вакцинировали диких лисиц от бешенства. Смотрите больше через несколько минут. Сегодня начинается Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». На телеканале Катунь24 пройдет прямая трансляция торжественного открытия фестиваля. Детали расскажем в выпуске. Единственный круглосуточный стационар ЦРБ в Ельцовском районе капитально отремонтировали. Впервые за 60 лет. Работы провели поэтапно, чтобы не прекращать оказание медицинской помощи. Стационар рассчитан на 22 пациента. Здесь 15 коек для лечащихся в терапевтическом отделении, 3 в детском, по 2 в гинекологическом и хирургическом. За 4 месяца в медучреждении провели отделочные работы, заменили электропроводку, канализацию, установили пожарную сигнализацию, вентиляцию, напольные покрытия и двери. Всего потратили 20 миллионов рублей в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Почти 11,5 миллионов рублей выручили предприятия на продовольственных ярмарках в Барнауле, сообщает городская администрация. Продукция была представлена на семи площадках по ценам ниже рыночных. Разница на отдельной позиции составила от 10 до 41%. Большим спросом, большим спросом на ярмарки пользовалась плодоовощная продукция. В Барнауле закупили 106,5 тонн картофеля на сумму около 3 миллионов рублей. На полтора миллиона рублей мясо и мясных полуфабрикатов. На такую же сумму колбасы и мясные деликатесы. Отмечу, в субботу 2 октября продовольственные ярмарки вновь пройдут во всех районах краевой столицы. Сотрудники ветеринарной службы и Министерства природных ресурсов края вакцинировали диких лисиц от бешенства. Вакцинация необходима для снижения риска передачи бешенства от диких животных домашним. Оральную вакцину от бешенства раскладывают возле лисиих нор. Сначала дикие животные съедают приманку. Как правило, она изготовлена из мясокосной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. А затем платоядные раскусывают капсулу с вакциной. Бешенство – это острая инфекционная болезнь теплокровных животных. Больные особи покидают привычные места обитания и начинают бесцельно бродить. Такие животные теряют инстинкт самосохранения, поэтому страх перед человеком у них отсутствует. Они могут нападать на людей и домашний скот. Во всех районах края на площади более 6 тысяч километров квадратных разложено 158 тысяч доз оральной вакцины Робестав. Также проводится раскладка данной вакцины на территории заказников. Бешенство передается контактным путем. При укусе больным животным, а также при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку. При укусе бешеного животного следует немедленно обратиться к врачу. Нас решили заморозить. Жители многоквартирных домов по адресу Кулагина, 13 и Кулагина, 15 вот уже неделю живут без горячей воды и отопления. В чем причина? Разбиралась наша съемочная группа. Спят в шапках и кипятят воду, чтобы помыться. Вот уже неделю жильцы многоквартирных домов по адресу Кулагина, 13 и Кулагина, 15. Живут без горячей воды и отопления. Вот сижу, вот так спим. И ночью тоже? Ночью, ночью вообще в шапках. Потому что ночью похолодание начинается, но ветер холодный. Обогревателя хватает? Ну, кого хватает? У нас старая проводка. Страшно же включать его постоянно. Вот немножко крутишь на минуту, на пять-десять. Выключаешь. Пока он горит, немножко кажется тепло. Хотя начиналось все планово. 21 сентября, вспоминают, ждали запуска отопления, как и все барнаульцы. Но вот незадача. Во дворе прорвало трубу. Из-под земли забил кипящий фонтан, который быстро устранили. Теперь во дворе появилась яма. А отопление и горячая вода бесследно исчезли. Пар дома идет. Ни воды, ни горячей, ни отопления, ничего нет. Кому обращаться, не знаю. Жильцы дома обратились в администрацию Октябрьского района. Там ответили. О ситуации знаем, но ничем помочь не можем. Нашему телеканалу в пресс-службе сибирской генерирующей компании пояснили. Специалисты уже устранили все повреждения. Сейчас место уже подготовлено для ремонта. В ночь аварийная бригада приступит к работам. Дарья Коншина, Сергей Балуев. Новости. В сибирской генерирующей компании наш телеканал заверили. Тепло в домах появится уже сегодня. В самом центре Москвы открылась выставка барнаульского художника Анатолия Щетинина. Это больше 60 работ, отражающих любовь у автора к Монголии и Горному Алтаю. Об открытии выставки расскажут мои коллеги. Изумрудные реки, заснеженные горы и одинокие юрты в степи. Отражает на своих полотнах живописец Анатолий Щетинин. Результат 40-летней работы художника сейчас можно увидеть в Государственном музее Востока в Москве. Автор написал их в творческих поездках в Монголию. Выставку организовали в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между странами. По поводу того, каким образом эта выставка, ваши работы оказались в музее. Поверьте, если бы они не были хороши, они в музее бы на выставке не оказались. Первая поездка художника в Улан-Батор состоялась в 1984 году. Здесь Анатолий Прокопьевич написал пейзаж «Солнечный день». Тогда работа уже выставлялась в Музее Востока. И спустя почти 40 лет она вернулась в эти стены. Алтай, Монголия. Наши горы, они же с ними едины. Есть Монгольский Алтай, есть Алтай наш город. Они соединяются. Очень красивые впечатления, когда ты можешь посмотреть от предгорья до монгольских степей. Поздравить художника с открытием пришли представители Министерства иностранных дел и посольства Монголии в России, а также коллеги-художники. Художник воплощает в себе вот такие черты, которые мы называем очень важными для живописца. Вот достоверность. Некоторые художники, они пишут от ума, пишут по памяти, по фотографиям. А живопись Анатолия Щетинина, она характерна тем, что все художник пишет с натуры. Не только пейзажами, но и портретами жителей Монголии наполнена выставка. Всего в экспозицию вошли больше 60 работ. Посмотреть их можно в Государственном музее Востока до 21 ноября. Юлия Шламова, Анатолий Фукс. Новости. И к другим темам. Ничто так не объединяет людей, как хорошая песня. Телеканал «Катунь-24» продолжает записи музыкальных инструментов и вокалистов проекта «Пой Алтай». Новый клип мы готовим ко дню народного единства. Выбор пал на песню «Вижу чудное приволье». Аранжировщик Андрей Вотин написал на песню «Ремикс» и коллективы вовсю работают над записями вокала. Сегодня в гостях телеканала побывали музыканты из Куринского района. Напомню, в прошлый раз с нами поработали почти 20 исполнителей из 12 населенных пунктов Алтайского края. В этот раз мы расширили географию исполнителей. Съемки проекта начнутся уже на следующей неделе. «Мы живем в этой красоте. Красота повсюду в нашей местности. Краснощоковский район, Куринский район, Зменогорский район, да весь Алтайский край – это одна сплошная красота. С этим не поспоришь». Не пропустите премьеру клипа. Увидеть его можно будет уже в начале ноября в эфирах и на сайте телеканала «Катунь-24». Сегодня начинается Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Правда, пройдет он из-за эпид-ситуации без традиционных мероприятий – красной дорожки, торжественных концертов и гуляний в сростках. Несмотря на это, программа фестиваля включает в себя встречи со звездными гостями, такими как Наталья Варлей, Анна Ардова и Кирилл Зайцев, и просмотр 11 конкурсных фильмов. Все мероприятия пройдут на закрытых площадках. На телеканале «Катунь-24» пройдет прямая трансляция торжественного открытия фестиваля в Театре драмы. Начало в 18.30. К этому часу у меня все. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Не переключайтесь, встретимся в 13.00. Субтитры создавал DimaTorzok